В деревню Заречье Ульяновского района Калужской области к поисковой экспедиции вахта памяти наш рязанский отряд отправился впервые. Четверо добровольцев, сотрудников специализированного отдела оперативного дежурства Управления службы судебных приставов присоединились к 400 участникам поисков. Результат превзошел ожидание. Уже установлено, что в числе 50 найденных бойцов, которые еще и не опознаны, есть наш земляк. Савкин Василий Михайлович, 1913 года рождения. Уроженец деревни Большая Екатериновка Шацкого района Рязанской области. Он был мобилизован из Солнечногорского районного военкомата. Известно, что его мать Савкина Акулина Ивановна, 1869 года рождения, в сентябре 1945-го выписалась из деревни и уехала в неизвестном направлении. Поиски, конечно, дались нелегко, но мы не понимали, насколько это почетная миссия. Погибших офицеров Красной армии приходилось раскапывать с глубины 3-4 метра. Это значит, их засыпало прямо в окопах и блендажах. Именно под Калугой шли одни из самых ожесточенных боев. Последние сотни километров до Москвы солдаты 61-й армии буквально вымастили своими телами. По словам рязанских поисковиков, даже там, где уже изучили каждый метр, до сих пор находят предметы и патроны времен Второй мировой. Больше страшно найти какую-нибудь мину, которая со времен войны еще не взорвалась, которая может взорваться, сдетонировать. Так что очень много людей подтвергаются опасности, конечно. География участников поискового движения становится шире. В этом году в экспедицию приехали судебные приставы из 30 регионов Российской Федерации. А наши рязанские сотрудники успели отличиться не только на раскопках, но и на спортивном поприще. Они действующие спортсмены, активно участвуют в спортивной жизнеуправлении и в комплексном единоборстве. Наш профессиональный вид спорта и в других видах соревнований. В частности, в Калужской области были соревнования в свободное от раскопок время. Проводили соревнования по волейболу, мы заняли там первое место. Вернуть имя хотя бы одному солдату, пропавшему без вести – великая честь для современников. А потому, как не помочь родственникам узнать о последнем месте боя их близких и по-человечески их захоронить.